В нашем организме все взаимосвязано. Уж сколько раз твердили миру, что надо работать комплексно. А мне очень нравится фраза «лицо не на веточке висит». Мы с вами должны работать всегда еще и с шеей, потому что здесь основной весь кровоток, лимфоток. И когда шея вот таким образом зажата, задняя поверхность шеи укорочена, у нас лицо отекает, головные боли страшны, жевательные зажаты, асимметрия. Более того, мышцы перенапряженные, спазмированные, они даже меняют положение основания костей черепа. Затягивают, соответственно, кости подстраиваются. И вот, здравствуйте вам, возрастные асимметрии. Более того, про кости черепа идет естественное усыхание тканей, возрастное. Это в принципе нормально. Но сейчас оно идет ускоренно. Почему? Потому что у них питания нет. Кости должны питаться. Кости черепа дышат. А когда вот это все перекрыто, и человек вот так вот зажат ходит, как чурбачок такой. Никого не хочу оскорбить. Мы должны быть женщины, мягкие, кошечки, подвижные. Поэтому мы шейку своей вытягиваем, возвращаем ей первоначальную длину. Я вам скажу, мышцы шеи можно восстановить, можно к шейку удлинить, сделать лебединой, ну, кому какой она генетически, то есть юношеской. И тогда личико к вам вернется, не будет отекать. Уйдет отечность глаз, уйдут асимметрии, уйдут головные боли, жевательные мышцы тоже восстановятся. Не будет болеть. А жевательные мышцы – это головные боли. Смотрите, второй подбородок. Почему второй подбородок? Шейка такая? Или такая? Или такая? И здесь лимфатический карман, все застаивается. А лимфа становится соединительной тканью, становится такая тверденькая. Когда мы шею возвращаем на место, лицо также возвращается на место. То есть шея, всему голова. Но мы помним с вами, что все в организме взаимосвязано. Работать с шеей также очень важно. Когда мы работаем с шеей, возвращаем шею к первоначальной статике, надо работать с грудным отделом. Вот здесь очень жесткая взаимосвязь. Конечно, конечно, мы с вами работаем, мы можем поработать со стопами, но это уже очень далеко. Тут все. Самое главное – нам грудной отдел. Вот грудной отдел с шейным. Смотрите, сейчас я вам демонстрирую. Вот если вы суетулитесь. Голова же у вас, ну, если за телефоном, то так висит. А если вы всегда стой, то вот так вот голову мы начинаем, у нас глаза созданы так смотрят, чтобы держать линию горизонта. И вот вы так ходите. Вот сейчас зафиксируем шею, не будем менять. Разжимаем грудной отдел, раскрываем плечи, раскрываем. Представляете, вы ходите все время, вот если вы сутулитесь с закрытыми плечами, с каким переразгибом задней стороны поверхности шеи. Все зажато, поэтому мышцы вот так вот и спазмируются. Очень важна работа с плечевыми суставами. Мы раскрываем плечевые суставы. И мобилизация, то есть мобильность грудного отдела. Грудной отдел должен быть мягким, двигаться. Вот когда все раскрыто, то и шейка на месте. Потому что, смотрите, грудной отдел закрыт жесткий, шея жесткая, шея перенапрягается компенсаторно. То есть, либо она будет меняться, либо шея выдвигается вперед, либо вот так вы спасаете ситуацию, либо вот так спасаете ситуацию. Здесь спазмируем все. Раскрываете грудной отдел, шея становится на место. И ручки еще надо раскрыть. Так что работать мы с вами будем с верхним плечевым поясом, грудью и самой шеей непосредственно.